Алло, господин президент. Господин президент, я хочу вас с этим поздравить и хочу отметить, что у нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими нашими партнёрами. Там, где у нас уходят годы, я скажу это без всякого преувеличения, годы на согласование различных административных согласований с Турцией, мы это делаем в течение нескольких месяцев. И это происходит, безусловно, в результате вашей непосредственной личной поддержки. Только осенью прошлого года мы подписали межправсоглашение о начале работы по строительству турецкого потока. И вот спустя 7 с небольшим месяцев после подписания межправсоглашения работы уже начаты. Хочу вас ещё раз за это поблагодарить и поздравить с этим. Важаемый, дорогой президент, в первую очередь я хочу пожелать, чтобы это соглашение пошло на благо нашим обеим народам и странам. В вашем лице хочу поприветствовать российский народ и тех, кто принимает участие в таком историческом проекте. Данные проекты в наших двусторонних экономических и политических отношениях устанавливают взаимозависимость и являются страхованием и занимают особые места в наших отношениях. Около 33 лет энергетические проекты между нашими странами, в первую очередь касательно проектов природного газа, являются очень важной и надёжной частью энергетической безопасности нашей страны. Россия является в регионе важным энергетическим актёром благодаря ресурсам природного газа и сильной инфраструктуре. Также нужно отметить, что Российская Федерация является надёжным и стабильным нашим партнёром в энергетическом секторе. Мы решительны, что должны развивать это партнёрство и укрепить нашу дружбу. В ближайшем будущем мы ожидаем, что завершатся такие крупные проекты, как атомная электростанция «Вакую» и «Турецкий поток». И благодаря этим проектам, иншаллах, наши дружественные отношения укрепятся. Данные проекты, в первую очередь касательно «Турецкого потока», необходимо отметить, что в последний период, особенно в каждой области, и такие проекты стали символом наших отношений. Было потрачено много усилий, много труда для осуществления данного проекта «Турецкого потока». Нелегко удалось достичь этих дней. Первый шаг был сделан 10 октября 2016 года в Стамбуле в подписании межправительственных соглашений. В пользу случаях, также хочу подчеркнуть, что ваши усилия для осуществления данного проекта были очень важными и очень большими. В настоящее время мы знаем, что благодаря «Голубому потоку» и «Западному потоку» в нашу страну поступает российский природный газ. И благодаря этому «Турецкому потоку», вне зависимости от системы переверачивших других стран, в Турцию газ будет поступать непосредственно. Проект «Турецкого потока» является очень хорошим символом международных отношений. Энергетика должна быть не причиной конфликтов, а последствием объединения для мира. Хочу также отметить, что сегодня очень хотел бы быть вместе с вами на этом судне. Считаю, что в пользу с другими случаями нам удастся осуществить наши пожелания, потому что данный проект является историческим и является очень масштабным. Необходимо также отметить, что в одну Черное море на глубине 2200 метров будет проложен газопровод. Это нужно отметить, что является первым в своей сфере и имеет большое значение. Наряду с этим я хочу также отметить, что сердечно верю, что мы выйдем за рамки данного проекта. Мой уважаемый друг, у нас с вами есть общая черта. Мы как лидеры любим поднимать план еще выше, потому что считаем, что наши страны, наши люди, наши народы, наша общая география заслуживает еще лучше. В будущем мы вместе с вами поставим подписи под более масштабными и более большими проектами. Завершая свои слова, хочу выразить благодарность всем тем, кто приложил усилия в осуществлении данного проекта. Желаю, чтобы осуществление турецкого потомка принесло пользу нашим странам и нашему региону. Большое спасибо. Уважаемый господин президент, полностью разделяю ваши оценки. Нам нужно еще согласовать некоторые вещи, точку входа, проход по территории Турции, вопросы обеспечения экологической безопасности. Но если мы будем двигаться такими же темпами, как до сих пор, мы выполним все наши планы. В 2018 году будет уже готова первая линия, а в конце 2019 будет готова вторая линия. Если наши партнеры захотят, то мы будем готовы через территорию Турции подать газ и в Юго-Восточную Европу. Мы видим, что такая заинтересованность у наших партнеров есть. Понимаю ваше желание быть сегодня здесь вместе с нами, заверяя в том, что мы достойно представим и ваши интересы, потому что наши интересы в данном случае полностью совпадают. Вы упомянули еще один крупный проект – атомную электростанцию Акуя. Хочу поблагодарить вас за то, что совсем недавно турецкий регулятор выдал лицензию российскому оператору на реализацию электроэнергии до 2066 года. Если мы будем двигаться такими же темпами по другим вопросам, то мы, безусловно, выполним наши планы, в том числе введем первые блоки к экономичному сроку. Хочу пожелать всего самого доброго вам и турецкому народу. До встречи. Я тоже хочу выразить благодарность. Я особенно хочу отметить, что мы вместе с вами будем следить за ходом развития событий. Касательно атомной энергии, электростанции Акуя, частый сектор Турции недавно в Москве подписали соглашение. Мы ожидаем с китайской стороны. Недавно они там же побывали в Турции. С ними я лично тоже встретился. И надеюсь, что в ближайшем будущем они тоже сделают положительный шаг. И таким образом нам удалось ускорить процесс касательно проекта атомной электростанции Акую. Большое спасибо всем нашим друзьям и приветствую всех участников. Спасибо. Спасибо. Передам ваши поздравления и пожелания. Спасибо. До свидания.